Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Всех приветствую, слово и благоставляю именем Господним. Сегодня у нас 9 июня, 18 год, или же соответственно в библейском исчислении 5778, в разгаре, сегодня 26 число третьего месяца. Месяц Иван, еще мы называем его, месяц Пятидесятницы. Сошествие Духа Святаго и Раванье Торы. Раванье Слова Божьего, это великое чудо, великое чудо из чудес, когда Бог вывел нас из рабства, из Египта, то Он даровал нам заповеди, даровал нам Слово Свое. И мы уже действительно пережили это чудо. Ни пришельцы, ни чужие, мы свои, Богу. Богу усыновление, великое таинство, произошедшее тогда, 3330 лет тому назад. Да, в этом году, интересно так, выпало, 3330 лет назад. Исход совершился, и вот произошло у подножия Синаева, у подножия горы, в Аравии чудо, дарование Торы, дарование Слова Божьего. Громы, молнии, все это было очень весьма зрелищно и страшно. Народ стоял вдали, не смел взойти на гору, хотя Господь открыл дорогу нам тогда, но, к сожалению, народ дрогнул, встал вдали во время протяжного трубного зова, когда можно было взойти на гору, но, ну, как грубо выражаясь, так вот по-народному, кишка тонка или сердце слабо, дрогнули люди. Один Маше не оробел, один Маше, Моисей взошел на гору, туда, где все это, грохот и тьма, и молния. И он зашел туда, где Бог, в присутствии Отца. Он вышел весь сияющий, выходил оттуда, даже его накрывали, то, что мы называем сейчас Талис или Талит, покрывалом. Да, друзья, но вот почти две тысячи лет назад произошло чудо, которое, скажу так, по значимости такое же, даже еще большее. Сошел Дух Святой, Рох Акадош, Дух Господний, на первую ту мессианскую общину. Небольшая община была, человек 120 молящихся, ожидающих обещанного от Отца, о чем Маше говорил, о чем Христос, уходя, сказал ученикам своим, никуда не уходите из Иерусалима, пока не облечете силы свыше. Хотя он являлся одно время более чем 500 братьев, то есть, соответственно, это тысячное собрание, там же наверняка были и сестры, и дети какие-то. То есть, это большие собрания Иисус посещал после воскресения своего, я имею в виду на протяжении 40 дней, являясь, как написано об этом в Слове Божьем, в Новом Завете. Но дождалось не так много людей. То есть, многие по разным причинам, на их взгляд, уважительным причинам, как это часто в жизни бывает, но с невестной точки зрения неуважительным, совершенно отсутствовали на том собрании. Но я Богу благодарен за тех 120 верных, которые, оставив все и вся, все дела, на потом, даже самые горячие дела, оставили все, бизнес, работу, все-все-все-все-все-все, и ожидали обещанного отца. Эти мужчины и женщины, их было человек 120, они дождались. И вот при наступлении Дня Пятидесятницы, праздник Шевуот, когда вот этого месяца, праздник главный, он начинался, сошел Дух Святой. Огненные языки, опять-таки огонь, опять огонь, опять необжигающий. Вот, и опять эти голоса и на разных языках заговорили те евреи. Так что сошедшиеся, сбежавшиеся были в недоумении. Ну, конечно, многие посчитали это просто сумасшествием, пьянством. Вот, с утра перепили, с утра пораньше уже стали пить евреи. Но Петр, когда встал, то есть он минимум сидел, а может и лежал даже от присутствия Бога. Но он встал и он сказал собравшимся, что они не пьяные. Первое откровение такое. Не очень духовное, но правильное. Что они не пьяны, ну, в таком физическом смысле слова. От опьянения вином, имею в виду. Настоящим верующим это не требуется, потому что мы пьяны и без вина мы пьяны от любви. Пьяны от Духа Господнего. Это потрясающее пьянство. Веселящее сердце. Слава Богу всемогущему. Благодарен Богу святому. Вот, и да, с небольшого ручейка, как в той еврейской песне поется, да, начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. И вот с той небольшой общины, человек 120 их было, уже в первый же день тысячи людей обратились, приняли спасение через веру в Иешуа Машиаха, Иисуса Христа Спасителя. И они действительно прониклись тем, что выразили апостолы в своем кредо, в своем исповедании веры, что нет другого имени под небом данного нам, людям. «Ни в ком другом нет спасения, кроме Мессии Иешуа, кроме Христа Иисуса, ибо никто не может положить другого основания, как Павел писал Коринфянам, кроме положенного, который есть Иисус Христос, в первом письме своем, первого послания Коринфянам 3.11, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, 1 Коринфянам 3.11». действительно это величайшее откровение и основание веры и сегодня в наш век когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы вселенной мы также ту же веру исповедуем апостольскую, христианскую веру, мессианскую исповедуем и проповедуем спасены в этой надежде и в этом призвании слава Богу всемогущему да, и хотя месяц Пятидесятница уже заканчивается будем так говорить, месяц Иван это третий месяц но Пятидесятница наша это Дух Святой это постоянное присутствие Бога еще Златоуст Иоанн, по-моему, говорил в 4 столетии, в конце 4 века что для христианина каждый день праздник повод для праздника знаете, если забулдыги какие-то, пьяницы каждый день у них праздник найдут повод выпить 100% но во Христе Иисусе найдут еще больше повод каждый день нам даже искать не надо особенно так это присутствие Бога всемогущего и действительно и вот сегодня уже шаббат этот в завершении третьего месяца месяца с Иван говорю, лихаем лихаем всем за жизнь немерую дает Бог Духа любви своей и живите в любви чадо возлюбленные вот это и послание ефесянам то, что я читал сегодня перечитываю паки и паки что называется и вам это перечитываю это послание я принял эти строки для себя для своей жизни сегодня но конечно же делюсь этим хлебом жизни как же можно не делиться этим ефесянам пятая глава и так подражайте Богу как чадо возлюбленные и живите в любви как и Христос потрясающе чадо возлюбленные так что дочечки и сыночки любящего и любимого папочки нашего иеговы Бога Отца нашего самого чудесного самого красивого самого доброго благого никто не благ никто не благ как Бог наш он настолько благ получается что по сравнению с ним даже любой земной отец даже самый самый наидобрейший добряк он злой потому что если мы земные отцы сказано было да можем даяние благие давать детям нашим тем более отец наш сущий на небесах да святится имя его на Рухашем дает благо просящему него дает духа святаго просящему ну а тут это конечно наивысшее благо когда мы духа святого стяжаем все остальное все прилагается это существительное все прилагательное да друзья благоставляю всех вас во имя Господне благоставляю люблю обнимаю целую во имя Христа Иисуса да благоставит тебя Господь и сохранит тебя да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилую тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа Аминь и ни в коем другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надвижало бы нам спастись которым мы спасены которым спасаемся слава Господу и слава ну и шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом из города Тубы Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя Ииска архиепископии мир всем вам шаббат шалом да и по скриптум конечно же напоминаю паки и паки что уже скоро получается вот через месяц буду проводить даст Бог занятия семинары служения у нас в Киеве в нашей киевской архиепископии в начале июля собираюсь к нам в Киев так что следите за объявлениями да и я же объявлял уже но еще раз кто досмотрел до конца видео тому еще раз напоминалка такая вот напоминалка так напоминалка в чем а все на что где не будем так говорить да с 12 на 13 июля с 12 на 13 июля это получается новомесячье вот и как раз начинается начинается семинар с трансляцией с прямой трансляцией с включением так что вот так вот до встречи с Богом субтитры 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 Продолжение следует...